Маленькая школа, построенная в начале 40-х годов, напоминающая сельскую, воспитала целые поколения достойных людей разных профессий. Именно здесь учились космонавты, герой Советского Союза Валерий Рюмин и дважды герой Александр Александров. Всем своим выпускникам школа дала путевку в жизнь. Учителя, врачи, инженеры, летчики. Ими они стали позже, а вначале были просто учениками. Алексей Воронов окончил школу номер 20 с медалью. Есть копилки достижений выпускника и значок ГТО. Но самое главное – приобретенные знания. Их-то парень продемонстрировал во всей красе на экзамене и сделал это так, что теперь его точно будут ставить в пример. Набрать максимальное количество баллов Алексею удалось дважды на экзаменах по русскому языку и истории. Думаю, этому способствовало сразу несколько факторов. В первую очередь, это эффективная подготовка, которую я как бы сам разработал. Надо отметить, что когда я начал усиленно готовиться к ЕГЭ, когда я перешел в 10 класс, я сразу главной задачей поставил именно о владении всеми знаниями в каждом предмете. Однако времени у Алексея всегда хватало и на учебу, и на хобби. Причем разнообразное. Парень увлекается и спортом, и творчеством, а именно музыкой. Алексей окончил школу искусств по классу скрипки. В концертах продолжает принимать участие. Любовь к музыке мне привела мама. Она тоже работает в музыкальной школе. И когда я еще был маленьким, привела меня туда. Алексей для себя уже определил направление деятельности. Планирует учиться на факультете мировой политики. Фактически я уже поступил в высшую школу экономики, но также рассматриваю, возможно, переход в МГУ, если у меня получится хорошо сдать дополнительные вступительные испытания. Школьные педагоги не просто передавали знания, а старались воспитать жажду знаний. Без помощи и поддержки учителей я бы не смог совершенно точно хорошо сдать экзамены. Мои учителя стали для меня настоящими наставниками в жизни. Я бы хотел выразить огромную благодарность своим близким и родным, которые на протяжении всех этих лет поддерживали меня во всех начинаниях. Алексей Воронов по-настоящему любит учиться. И этого качества не отнять. Впереди новый жизненный этап. Это будет долгий путь. Порой трудный, но такой интересный. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.